Машина времени – это гипотетическое устройство для путешествий, во времени вопреки его естественному ходу. Машина времени является одним из наиболее популярных устройств, описываемых в научной фантастике. Машиной времени в физике часто называют пространство-время замкнутыми непространственно подобными кривыми, то есть пространство-время, в котором наблюдатель в принципе может встретиться сам с собой. В литературе идея машины времени появилась давно. В одной из обработок легенды о докторе Фаусте упоминается некий корабль времени, на котором тот бежит с Еленой Троянской от Мефистофеля. Однако корабль не был машиной и перемещался с помощью особых парусов, которые мог надуть лишь ветер времени. В произведении русского писателя Вильтмана «Предки Каллимероса» в 1836 году описывается, переносящий главного героя в прошлое фантастический гиппогриф, иногда его рассматривают как биологический прообраз машины-времени. В 1887 году испанский писатель Энрике Гаспар и Римбао публиковал в Барселоне новеллу «Летящий», навстречу времени в которой впервые появляется устройство для перемещения во времени. Позднее эта идея получила широкую известность с выходом в 1895 году романа Герберта Уэллса «Машина времени», которому предшествовал небольшой рассказ Уэллса «Оргонавты времени», изданный в 1888 году. По новому тему путешествий во времени в середине 20-го столетия осмысливают, а из Эказимов в романе «Конец вечности» и Пол Андерсон в «Патруле времени». Ученые не раз пытались понять принципы времени. В 1948 году Курт Гёдель нашел решение для составленных Эйнштейном уравнений гравитационного поля, описывающих вращающуюся Вселенную. Путешествуя в пространстве такой Вселенной, космонавт может достичь своего прошлого. В такой Вселенной свет, и соответственно причинно-следственная связь между объектами, будет вовлечен во вращательное движение, что позволит материальным объектам описывать траектории, замкнутые не только в пространстве, но и во времени. Решение Гёделя, отложили в сторону как чисто математическое построение, в конце концов, нет свидетельств того, что вся наша Вселенная вращается. Тем не менее полученный Гёделем результат показал, что теория относительности не исключает перемещение назад во времени. Другая возможность путешествия в прошлое, связана с созданием при помощи сильного поля тяготения, в трехмерном пространстве сложной топологии типа ручки, в двумерном пространстве. Если одна горловина будет вращаться вокруг другой, то нырнув в него, пройдя по ручке и вынырнув через другую горловину, можно оказаться в прошлом. Продолжение следует...